Всем привет! Сегодня беда снова пришла в наш город. Сегодня утром два прилета в частный сектор. Разрушены два дома. Есть пострадавшие, есть погибшие. Разрушены 20 с лишним домов вокруг, так сказать, эпицентра. Ну, в общем, друзья, опять война дает о себе знать. Опять продолжение следует после небольшого затишья. Хотя сказать и ночью в затишья, как такового, не было. Я слышал один бах ночью воздушная тревога. Синал воздушной тревоги звучал где-то три раза, три-четыре раза. Поэтому спокойствие, говорить о спокойствии пока рано. Город живет, все работает, электроэнергия есть, ветвь есть, траву косят. На рынке, кстати, есть небольшие перемены. Сейчас начали поднимать людей с земли. Торговля с земли типа запрещена. И на 100-метровке, так называемой, там где происходит торговля с земли, повторяюсь, и население выносит свои овощи, свои фрукты для продажи. Сейчас стали их поднимать, то есть запрещают им торговать. Чем объясняют, не знаю, загоняют на территорию привоза. Вот, и для того, чтобы, наверное, снимать деньги какие-то там еще. Ну, как бы не знаю, если по закону как бы оно правильно, да. Вот, но сейчас в это время, в это время, когда цены растут высокие, когда людей мало, мало покупателей, а людям как-то надо выживать. Ну, не знаю, может быть это хорошо, может быть это неправильно. С моей точки зрения все-таки это неправильно. Нужно делать кое-какие поправки по ситуации. Еще хотелось сказать из перемен в городе, что на аварийно-опасных перекрестках практически на всех работают светофоры. Ну, сказать о том, что до этого там нарушались правила дорожного движения, там везде и всюду, как бы я не сказал. Езжу часто по городу, но как бы в основном соблюдается. Ну, хотя отдельные случаи, конечно, были, вы о них знаете, на перекрестках аварии с определенной периодичностью повторяются. Ну, видимо, поэтому решили включить светофоры, как бы лишним не будет. Ну, а также в городе сейчас можно отремонтировать машину, работает СТО, по ремонту ходовки в частности. Вот я обращался по ремонту ходовки, много СТО работает, запчасти в городе продаются. Ну, как бы так, жизнь, можно сказать, продолжает течь в том же режиме. И, несмотря на все печальные случаи, которые вот у нас в городе, вот, и также ночью в Славянске был прилет, пострадали дома. Наверняка и люди пострадали. Ну, друзья, держимся, держимся. Всем пока, всем спасибо, берегите себя, всем мира. Пока.